Доброе утро всем! Понедельник, 8 утра. Я смогла подняться. Встать было проще, чем я вчера думала это будет. Поспала я 6 часов. Поэтому надеюсь, что сегодня я хорошенечко устану за день и смогу вечером раньше лечь спать. Стакан воды выпит. Это уже упрощает ждачу пробуждения. Все, пойдемте умываться, собираться. И надо приободриться еще немного рыбика, потому что соненькая я вчера вода. Все, я умываюсь сейчас. И надо подумать, что я сделаю на завтрак. Там есть макароны. Наверное, сейчас может к ним яичко одно пожарю. У меня были мысли сделать овсянку себе, но я простыкала. У меня же нет молока, соевого или какого-то такого. Потому что в корове я стараюсь не пить. Боже, все равно хочу спать. Надо умыться. Дома еще так холодноватенько по утрам. Это еще немного усвоенная задача. Сегодня хочу попробовать лечь спать до 12 часов. Было бы просто идеально. Надеюсь, у меня получится. Это, наверное, задача номер один для меня сегодня. Я уже почти сделала завтрак. У меня были макарошки. Я их обожарила с овощами и соевым соусом. И еще разбила яичко себе. Там останется еще порция, чтобы Артем потом покушал, скажу ему. И все. Одна из важных задач на сегодняшнее утро, успеть позавтракать, у меня успешно выполняется. Я села кушать, а у меня еще и целых 38 минут до выхода. Это потрясающе хорошо. Все, я уже буду выходить. Вроде все сделала и все взяла. Погнали. Все, я выезжаю. Уже. Да, немного впритык, конечно. Но я сейчас постараюсь побыстрее добраться. Надеюсь, я ни в какую пробку по дороге не попаду. Потому что не хочется на первый пар сегодня опаздывать. Учитывая то, что я поставила задачу не опоздать. Очень хорошо, когда на улице не слишком холодно. И в машине не надо прогреваться 33 часа. Ты глухой? Мальчик. Машина едет. Блин, это так классно, когда по двору идут люди. И они идут в наушниках. И они не слышат, что сзади едет машина. И типа идут прям по центру дороги. И как бы ты такой катишься за ними, катишься, катишься. Можно, конечно, пикнуть. Но это же человек напугается как бы сильно. Не хочется никого сильно пугать, тем более с утра. Не спеши. Я никуда не опаздываю, в принципе. О, обернулся. Да ладно. Правда? Не может быть. Я люблю, когда машине не надо прогреваться, она сразу едет с нормальной скоростью, а не плетется, как улитка. Когда я только купила машину, мне часто писали, типа, в смысле, ты зачем купила машину на механике? Зачем в городе нужна машина на механике? Вы серьезно? Какая разница, во-первых, если это машина? Слава богу, что есть машина. Уже пофиг на механике или на автомате. Во-вторых, мне абсолютно не напрягает то, что это механика. Меня не смущает. Тут дополнительные пара движений с коробкой передач. Может быть, мне сложно, типа, понять, почему все люди так топят за автомат. Из-за того, что я на автомате там ездила один раз в жизни, когда только первый раз за руль села. И, может, мне, типа, не с чем сравнить. Я не понимаю, насколько автомат проще. Тут я не спорю. Может, с автомата на механику люди бы там никогда в жизни не пересели или что-то еще. Это, там, выбор каждого. Но я, ну, не могу. Мне просто так смешно с комментариев, типа, зачем в городе машина на механике? Что? У меня есть машина. Это уже хорошо. А там уже эти нюансы, типа, механика, автомат. Ну, следующую машину, значит, куплю на автомате, если буду считать нужным. Я не знаю. Просто так забавно это все читать. Причем же пишут явно люди такие комментарии, которые вообще, ну, типа, на самокате ездят, грубо говоря. А если, типа, по-серьезному, почему я купила машину на механике? Во-первых, машины на автомате стоят на порядок дороже, и я не посчитала нужным ждать еще дольше, чтобы накопить еще больше и купить машину на автомате. Мне достаточно механики. Во-вторых, с автоматом часто бывают проблемы в плане коробки передач и ее исправности. Насколько мне известно, автомат чаще ломается, и если ломается, то это очень проблематично и очень недешево чинить. Не знаю, мне нравится механика. Я, может, не могу судить объективно, как я уже сказала, потому что мне не с чем сравнить. Я на автомате ездила один раз. Но мне комфортно ездить на механике, мне нравятся ощущения. Я чувствую машину, я так больше вовлечена в процесс, скажем так, меньше отвлекаюсь. Ну, не знаю, мне заходит это. Тем более... Короче, все, что я сижу тут, знаете, оправдываюсь. И... Ну, что еще? Все нормально. Боже, тут есть одна такая дорога, один участок по дороге в мой колледж, который мимо школ двух проходит. И здесь, ну, наверное, штук 10 лежачих полицейских. Возле каждого пешеходного перехода они лежат. И это так затрудняет и замедляет движение. Я понимаю, что лежачие полицейские здесь не просто так, а чтобы здесь никто не летал возле школы. Но просто... Это так медленно сразу получается. Если бы можно было какой-то удобной дорогой проехать другой здесь, я была бы просто счастлива. Еще тут часто по этой дороге передо мной вклинивается какой-то автобус маршрутный. И это просто нереально, потому что этот автобус вообще очень медленно через них перекатывается еле-еле. И я просто схожу с ума здесь. Я до сих пор не знаю, где у меня будет последняя пара сегодня, в каком корпусе, в нашем основном. Или придется ехать на другой конец города, на Борщуговку. Надеюсь, что пару перенесут в наш корпус, потому что я не хочу ехать хрен знает куда сейчас. И думаю, что если пару перенесут туда, я на нее не пойду. Блин, я так ненавижу переезжать трамвайные пути. Мне так страшно каждый раз. Я реально просто боюсь, что на меня сейчас трамвай какой-то наедет. Я 300 раз проверяю, не едет никто по рельсам. Ну, потому что вы прикиньте, что такое, типа, когда машину сбивают трамвай. Это же вообще трэш. Никому такого не пожелаешь. Мама с Артемом приедут с Таиланда. И я поеду в Черкассы. Загоню машину туда, к Теме, к его друзьям. Сделаю техосмотр. Уже пора будет мне как раз по пробегу. Посмотреть, как машинка себя ведет. Все ли хорошо. Но надо дождаться, пока они приедут. У меня до пары 6 минут. Переодеваюсь я две. Соответственно, мне осталось 4 минуты, чтобы доехать. В принципе, это возможно. Мне как раз не так и долго осталось быть в пути. Короче, все. Мы оттанцевали сегодня. Мы опоздали такие, но все дружно. И поэтому никому не влетело. Слава богу. Ты уже опоздала? Мы все чуть-чуть задержались. На сколько ты опоздала? Нет, это ты опоздала. Мы все не опоздали. Короче, я опоздала только ты в итоге. Устали мы как-то сегодня. Психологически было не очень интересно. Можно? Легко. Нам промыли мои сегодня все. Что мы такие сякие. Мы все равно тебе так попромывали. Да, ну что, все равно слушать это все не очень. И сейчас мы поедем на французский. Слава богу. Я помню, я вам говорила, когда ехала сегодня, что французский может быть в другом конце города. Но нам повезло. И мы перенесли поближе чуть-чуть. И нам ехать туда где-то 15 минут. Но это не 45 и не 50, слава богу. Потому что я не ехала бы реально на французский сегодня туда. Так бензин мне оплачивают. Я тогда буду ездить. Короче. Это мыша. Да, мыша. Ты уже одела трусы свои? Одела. Все, мы сейчас будем одеваться и идти. Я очень хочу пить. Да, давайте зайдем в сельфо. Все, мы закупились едой с девочками. Я взяла сладик, булочку. Все, по красоте. Пожалуйста, Юль, забери. Спасибо. У нас все по стандарту. И мы едем на французский сейчас. Не хочется как-то. Настя говорит, пойду куплю себе картину по номерам. Да, я вчера вечером рисовала. Мне понравилось. А там типа... Слушай, хочешь есть или маленький? Ну, смотрю какой магазин. Мы уже закончили. И сейчас топаем все по домам уже. Уже три часа дня. Я до сих пор не опубликовала видео. Это плохо. Я не знаю. Мне надо как-то схему какую-то выработать. Потому что когда я на парах, я не успеваю между парами сделать превью для видео. И, соответственно, не могу его опубликовать. Пока не сделаю. И получается такая проблема. Что я выставляю видео слишком поздно. Когда я в колледже. Это плохо очень. Потому что вы его потом пропускаете, не смотрите или смотрите очень поздно. И многие пишут, что неудобно и теряют видео. Ну, короче. Я, наверное, буду как-то стараться делать превью с вечера. Чтобы к моменту, когда я уже буду на парах, мне нужно было только загрузить видео на канал. Это делает Артём обычно дома. И выставить его. Прохладненько. Всё. Я сейчас уже еду домой. Сейчас время полчетвёртого. Артёма дома. Я ему написала, покушал ли он. А он мне что-то не ответил, видимо. Или в душе. Или занят. Или что-то ещё. Короче, по плану сейчас домой сделать поесть. Ну, покушаем. Потом, наверное, снимем какое-то видео. И, в принципе, всё. Хочу сегодня опять вечером порисовать. Очень понравилось. Я пока рисовала вчера. Вдохновилась на то, чтобы сегодня более продуктивный день провести. И, в принципе, пока мне нравится, как он проходит. Я ничего, скажем так, особенного не сделала. Отмечающегося от того, что всегда. Но мне понравилось, как я сегодня утром. Ну, сработалась сама с собой. И планирую лечь раньше сегодня с падки. Это прям святое дело. Всё, поехали. Забываю всё время, что теперь могу снимать в дороге. В общем, что я ещё сегодня хотела сделать, это посмотреть в интернете вещички какие-то, заказать. Потому что... Давай, парень, отходи. Потому что то, что мы вчера увидели в магазинах, это просто вообще ни о чём. Меня это не устраивает. Покупать лишь бы что-то я тоже не хочу. Я хочу выбрать хорошие шмотки. А выбора как такового нет. Поэтому сейчас приеду, пока буду готовить кушать. Может, полистаю инстаграмчик, какие-то магазинчики хорошие. И посмотрю, что там. Алло. Алло. Чего перенесли. Ага. Я понял. В солнце. Если ты на башку сможешь заехать в флоробу, куда купить какую-то сосиску? Дешево. Но очень колбасы захотелось. Ты просто это хоть макароны с овощами. Ну и что? Ну, блядь. Ну ты тебе приедешь кушать, 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 кушать. Хорошо, я заеду, могу взять какой-то колбасы или сосисок. Да. Вземной соли, что ты будешь? Ты и без сила. Мне тоже. Давай сосисок смотришь? Я так давно сосиски не ела. Ну, хорошо. Ты можешь тогда достать из морозилки филейки куриные и, ну, типа, выложить их, чтобы они начали размораживаться? Хорошо. Хорошо. Ты видос мой залил уже, там все нормально? Да, я уже так воню. Я, блин, не успеваю между парами превьюхи делать. Это капец какой-то. Мне надо как-то, значит, с вечера делать, ну, стоп-кадры из исходников. И выбирать. Потому что это капец. Я выставляю видео постоянно, когда я на парах, после четырех часов. Это ужас. Я просто, мне надо сделать превью и опубликовать видео. Давай я сейчас приеду домой. Да, хорошо. Возьмешь машину, поедешь магазин или сходишь как хочешь. А я в это время опубликую видос. Потому что сейчас пока мы сходим, все купим, будет уже пять часов. Окей, хорошо. Давай, я в душе зараз сидишь, так что я открою сама. Хорошо, давай. Супер. Решили. Значит, сейчас я тогда еду домой без магазинов, без ничего. Тёма возьмет машину, пойдет в магазин, купит то, что ему надо. И домой колбасы или что он там хотел. Я буду публиковать видео. Да. Почувствовали мою боль только что? Да? Обалдеть. Почему в нашей стране так сложно сделать... Не пробило ничего, слава богу. Так сложно сделать дороги. Я не понимаю. Вот эта яма на этой конкретно дороге каждый раз. Я не знаю, её не видно вообще. Она просто, ну понимаете, ровная дорога. Все машины разгоняются, потому что здесь хорошая трасса, кроме этой ямы. И все едут 70, 80, 85, ну типа спокойно. И вот в эту яму влетают все просто. Только что передо мной, к сожалению, не было машин. Если бы я увидела, что кто-то передо мной влетел, я бы притормозила. Но, блин, это так ужасно, потому что она такая, знаете, яма длинная. И оба передних колеса вот так влетают в неё. Это ужас. Я уже, наверное, раз в пять в неё попадала. И каждый раз я не могу запомнить, на каком конкретно участке дороги она находится. Это так больно, когда твоя тачка... Это ужас. Прости, пожалуйста. Я не виновата. Ну, у нас такие дороги в стране. Вроде едет нормально, всё хорошо. Я просто реально, мне так каждый раз страшно за машину, когда я в какую-то яму попадаю. Я стараюсь по максимуму всегда всё объезжать, типа, ну, не влетать никуда. Но вот когда такая подстава, что ровная дорога, трасса, я вот сейчас еду, типа кайфурики ловлю. Ну, в такие моменты, вот такие подставы случаются. И это просто ужасно. К сожалению. К сожалению. Ничего. Скоро поеду в Черкасс и делать ТО. Посмотрят, всё ли у меня нормально. Потому что это, это капец, какая жёсткая яма. Ты готова снимать видео? Классное видео тебе понравится. Но мне надо голову помыть. Мне тоже. Тебе проще. А какое видео? Классное. Может, я просто шухим шампунем взбрызну, да и всё? Можно. Ты мне так не хочется сегодня, мне голову уже. Мы же вечером никуда уже не будем выходить. В машине так чисто. Ты молодец. Тимо пропылесосил вчера всё в салоне и снаружи помыли тачку. И там теперь просто... Сама. Не-не, надо за кадром, за кадром, сейчас. Ха-ха. Пишем, пушем. Да. Пусть не сходяка будет. Пишем, пушем. Пишем, пушем. Когда зеркало помыть, пушем. Всё, я опубликовала видос. Тёма пошёл выносить мусор. Я сейчас вместе с ним схожу за компанией в магазин прогуляюсь. Попшикало волосы сухим шампунем. Боже, это просто спасение. Девочки, если вы сухим шампунем раньше не пользовались, попробуйте. Я уронила. Это значительно упрощает жизнь. Ну а шо это? Кто своровал руль? Я не поняла. Ну, едь уже, раз сел. Что машину за водом? Хорошо. Ой. Я документы выбрал. Я взяла. А, ты права не взял? Я вообще ничего не взял. Ты должен проехать 4 метра. Я вообще не знаю, зачем мы на машине едем. Просто не хочется пакет потом тащить с едой. Мы прокатаемся. Красиво жить не запретить. В фору на тачке ехать. Купили все продукты. Смотрим новый комментаут с Егором Кридом и А4. Тема ждет, пока я подогрею нам кушать. Это макарошки, которые я сделала утром сегодня. Просто добавила в них мороженую лошадь. А, я вам, по-моему, показывала. Да. И стоевый соус. И здесь 4 сосисочки нам готовятся. Ой, что у нас сосиски не ели. Это не суперполезно. Но хочется. Пакели мы. Я только что помыла посуду, которая там была. И сейчас Тема будет снимать видос. А я буду ему помогать. Не привычно так. Я так привыкла, что мы с тобой в последнее время все видосы снимаем вместе. А теперь он будет снимать проверку лайфхаков из тиктока. Первые подобные видосы, которые мы делаем. И сейчас буду стоять здесь, за камерой, как оператор. И контролировать процесс. Собственно говоря. Ты готов? Лайфхака, проверщик. Все, погнали. Мы так долго уже снимаем эту проверку лайфхаков. Сижу сейчас и жду, пока Артем подготовит очередной лайфхак. Но видос получается прикольный. Дай, но ножницы. Кого? Ножницы, да? Не. Спасибо. Видос получается прикольный. В таком формате мы еще не работали. Это и снимать интересно. И я думаю, Артему интересно. Вот третий раз пробовать делать одно и то же. Все для вас. Да, да. Блин. Все для подписчиков. Помните, я говорила вам, что мы с Томой договорились, что он месяц пылесосит? Сняли ролик. Это было очень долго. Наверное, часа три мы на это потратили. И устали. Капец. Но видео получилось классное. Его было и снимать интересно мне, и Артему интересно создавать. Поэтому я очень надеюсь, что вам понравится. Сейчас я... Сейчас без пяти девять. Планирую, наверное, сейчас чуть-чуть порисовать. Посмотреть, может, сериал или музычку послушать. Хочу чуть-чуть расслабиться после этих съемок. Потому что реально как-то очень пригрузила меня эта вся монотонная работа. И аккумулятор на камере садится. Надо сейчас поставить ее, подзарядиться. И, в принципе, все, что я сейчас смогу вам нового рассказать. Только что сорок минуточек я релаксировала вместе со своей картиной. Я не могу. Я просто... Мне безумно нравится этим заниматься. И даже, наверное, минут двадцать из этого времени Артем рисовал вместе со мной. Мы просто положили картину. Я села с этой стороны стола. Он сел туда. И мы с двух сторон разукрашивали. Это было прикольно. А потом Артему позвонил Марк. И он пошел в базаре с ним по телефону. А я дорисовывала дальше. Но я все еще не закончила. Вот так сейчас выглядит картинка. Я сегодня в основном занималась тоже вот этой частью с цветочками. И вот тут верх чуть-чуть докрашивала. Блин, мне очень нравится. Осталось еще вот здесь низ закончить. И вот тут мелкие детали сверху. Но в целом это уже похоже на финальный результат. Я, к сожалению, не смогла снять сейчас, как я рисовала. Потому что у меня сел аккумулятор на камере. И он стоял на зарядке это время. Вот сейчас взяла его, чтобы доснять вам окончание сегодняшнего влога. Я, кстати, пока сидела рисовала, поставила свариться вареники с картошкой. Ну, замороженные купили сегодня. Просто чтобы лежало в морозилке что-то, что можно приготовить, если вдруг хочется поесть. Но, типа, все закончилось. Поэтому завтра на завтрак у меня будут вареники с капустой. Думала, что буду есть их сейчас. Просто поэтому поставила вариться. Но съела баночку детского питания и перехотела вареники. Так что такие дела. Тема только что пришел, открыл крышку, втоптал три вареника прям с кастрюли, не насыпая в тарелку. И все. Так и живем. Собственно, сейчас пойду уже умываться. Сейчас без 10.11. Умоюсь, быстро схожу в душ. И до 12.00, как и планировала, лягу спать. Я очень рада, что сегодня так все сложилось. И я все успела сделать вовремя. Завтра мне нужно выяснить, насколько мне на пару. Сейчас я гляну свое расписание, потому что я не помню. Определюсь, во сколько мне нужно будет проснуться. Ну а вообще мне понравилось относительно, как прошел сегодняшний день. Мы сняли классное масштабное большое видео. Я все успела сегодня по учебе, ничего не пропустила. Видео выставила, порисовала и кушать приготовила. Но мы сегодня не ели в фостфуде, нигде не кушали. Все время кушали дома. Блин, мне завтра на 9.30 еще раньше, чем сегодня. Сегодня я на 10 ходила. И завтра у меня три пары до полчетвертого. Фу! Ну ладно, ничего страшного. Я, кстати, забыла сегодня сделать скриншот дел, как я вам обещала в начале влога, и вставить вам, потому что не сфоткала, короче, дела до того, как начала их выполнять. А в приложении у меня, как только я ставлю галочку, типа, что дело выполнено, оно пропадает из списка, и я уже не могу его сфотографировать. Поэтому, сорянчик, я не могу. Это очень классно. Даже, кстати, монтажер Антон, он же монтирует влоги, видит всю эту картину, и говорит, я тоже, типа, считаю, что картины по номерам, это прикольно. И говорит, что даже купил одну картину, она у него есть, но все никак не дойдут руки ее рисовать. Кстати, вы мне тоже в Директ, в Инстаграме очень много накидали разных вариантов картин, и там было много вариантов из Марвел. Очень красивые картины, там есть с Железным Человеком, с Мстителями и так далее, но там очень мелкие детали. Я уже задумалась насчет того, чтобы такую купить. Но, понимаете, там очень много прям маленьких-маленьких-маленьких таких точечек, которые я буду в вечность просто рисовать. Я получаю удовольствие, когда вот это рисую, не от того, как идет сам процесс, а от того, как картина заполняется, 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 и в конце я ее заканчиваю. Вот это мне нравится. Как можно быстрее закончить картину и увидеть финальный результат. Вот от этого я получаю удовольствие. Я не совсем, ну, понимаю, с чем это связано, потому что знаю, что вот Лиза, допустим, моя из Лондона, она все время рисовала все максимально аккуратно. Она закрашивала краски в два слоя. То есть она получала именно визуальное удовольствие от аккуратности и вот этой вот дотошности работы. У меня немножко по-другому. Я, может, не так аккуратно это все закрашиваю, но я стараюсь как можно быстрее заполнить весь объем картины. Вот от этого я получаю кайф. Поэтому я никогда не беру картину высокой сложности или выше среднего. Я беру или средние, или простые, потому что так просто я быстрее достигну результата и закончу работу. Вот так. Все, ребятушки, я уже спать. Чуть не уронила себе картину на голову. Тема залипает опять в своем папке. 12.05 Я немножко опаздываю, но... Хорошо. В доме, в доме, там двое, по-моему, в доме. 12.05 Я чуть-чуть опаздываю, но ложусь спать. Что ты кричишь? Потому что ты перебиваешь постоянно. Все, спокойной ночи. Спасибо, что были сегодня со мной. Я хочу. Завтра хочу снять насыщенный вложик. Еще пока не знаю, что буду делать, но хочу сделать классный вложик. Все. Всем пока.